Здравствуйте! В эфире диалог. Экономическое правосудие – тема нашей сегодняшней программы. Знакомьтесь с нашей гостьей и присоединяйтесь. Наталья Николаевна Сарнавская, председатель экономического суда Гомельской области. В 1993 году окончила Гомельский государственный университет имени Франциска Скарины по специальности физика. В 1997 году здесь же получила юридическое образование. Трудовую деятельность начала в 1993 году с работы в должности секретаря суда Центрального района города Гомеля. С 1994 по 1995 год работала секретарем судебного заседания в суде Советского района. С 1995 по 1998 год – помощником председателя. В 1998 году назначена на должность судей Хозяйственного суда Гомельской области. С 2010 года – судья Высшего хозяйственного суда Республики Беларусь. С 2014 года – судья Верховного суда Республики Беларусь. Кандидат юридических наук, имеет первый квалификационный класс судьи. В должности председателя экономического суда Гомельской области работает с марта 2017 года. Является председателем Гомельского областного отделения Белорусского республиканского союза юристов. Вопросы Натальи Сарнавской можно задать по номеру телефона прямого эфира в Гомере 340 043. Номер связи по Вайбер – плюс 375 29 340 043 3. Здравствуйте, Наталья Николаевна. Добрый вечер, Ольга. Добрый вечер, телезрители. Главный критерий, по которому общество оценивает судебную систему – это справедливость выносимых решений. По вашему мнению, каким требованиям должно отвечать решение суда для того, чтобы оно было действительно справедливо? Современное правосудие требует изменения критериев, подходов к оценке качества его. В этой связи, те ранее принятые стандарты, в соответствии с которыми качество правосудия оценивалось только лишь по количеству оставленных в силе судебных постановлений, оно сегодня уже неприемлемо. Почему? На сегодняшний день, кроме этого, учитывается отношение общества, отношение людей к принятым решениям, к той правовой позиции, которую занимает суд. И это очень важно. Изменяется законодательство в сторону либерализации, какие-то нормы права отменяются, какие-то подходы изменяются. В связи с этим корректируется судебная практика. И это видно по нашим судебным постановлениям, по той информации, которую мы публикуем на своей страничке суда, которая у нас имеется в интернете. На сегодняшний день это все очень важно. А сталкивались ли вы в своей практике с такой ситуацией, когда строгое соблюдение требований закона в отношении участников процесса приводит к решению, которое субъективно кажется несправедливым, может быть, слишком жестким? Вы знаете, откровенно говоря, я вот больше 20 лет судья. Откровенно говоря, в моей практике были несколько таких ситуаций. Правда, это было очень давно, больше 10 лет назад. Были такие ситуации. Решение я приняла, я сама эти дела рассматривала, решение я приняла в абсолютно полном соответствии с законодательством. Но то законодательство на тот период, который я применяла, оно было слишком императивно. То есть оно было слишком жесткое. Нормы были изложены таким образом, что истолковать его по-другому нельзя было. А имеет право судья на личные эмоции и субъективную оценку происходящего, как вы думаете? Я считаю, что все-таки, имея многолетний опыт судейской работы, считаю, что нет. Ведь давайте вспомним, что символизирует судебную власть. Это фемида. Фемида, которая молчит, которой завязаны, закрыты глаза, и она в руках держит весы. На одну чашу она, как бы, кладутся позиции одной стороны, на вторую и другой стороны. И принимается взвешенное решение, исходя из тех обстоятельств, той фактуры, которая представляется сторонами в споре. Профессионализм, глубокое знание права. Право, причем немалый, наверное, все-таки и жизненный опыт, потому что он помогает взвесить ту или иную ситуацию. Мы экономические споры рассматриваем. Я вот, например, применительно к экономическим судам говорю. Ведь мы экономические споры рассматриваем, и так или иначе, любое судебное решение, оно может повлиять на экономическое положение. В той стране, в пользу или против которой мы вынесем судебное постановление. Поэтому здесь надо это все взвешивать. Что такое экономический спор? Кто и с кем спорит? Экономические споры, это споры в основном между субъектами хозяйственных. Связаны с предпринимательской деятельностью. Это различные организации, то есть юридические лица, индивидуальные предприниматели. Государственные органы, это те же налоговые инспекции, таможенные органы, комитет государственного контроля. В общем, в принципе, с чем мы работаем, можно ознакомиться в хозяйственном процессуальном кодексе. Это тот процессуальный документ, в соответствии с которым суд экономически осуществляет правосудие. Есть пятая глава в этом кодексе, в которой изложены не одна статья, изложены все виды споров, которые мы рассматриваем. Правда, еще есть и могут быть такие ситуации, когда отдельные виды нормативного правового акта будут тоже отсылать к экономическому суду. Какие дела сейчас на рассмотрении в экономическом суде Альбомской области? Разных категорий спора мы рассматриваем, но, как правило, и это из года в год повторяется, 80% всех обращений, которые рассматривает экономический суд, они связаны с несвоевременными расчетами, оплатами выполненных работ, поставленной продукцией, оказанных услуг и так далее. Это простые расчеты. Сейчас предлагаю перейти к сюжету. На одну из самых актуальных проблем экономического правосудия обратили внимание наши корреспонденты. Проблемой долгов сельскохозяйственных предприятий в экономическом суде Гомельской области вплотную начали заниматься в 2017 году. Ситуация действительно серьезная. Разговор, по сути, о вымывании необходимых для развития средств, причем в значительных размерах. Через штрафы тысячи рублей перетекают в карманы коммерческих фирм. Почему такие договоры подписываются в хозяйствах – тема для отдельного разговора. Где-то низкая квалификация местных юристов, где-то сознательная позиция руководителей. Достичь цели и отчитаться перед вышестоящим начальником любой ценой. Тем более, что когда придет время рассчитываться, директора в этом сельхозпредприятии уже может и не быть. Недобросовестные партнеры это знают и умело пользуются ситуацией. Видя, что сельскохозяйственные организации у нас своевременно рассчитываться не могут. Действительно, в условиях договоров прописываются огромные финансовые санкции, которые впоследствии как ком накапливаются и имеют в абсолютных показателях более большую значимость, чем даже основная задолженность. И если раньше, скажем так, это было обусловлено тем, что были скачки курса, то есть были вот эти определенные финансовые и экономические кризисы, то в настоящее время этого нет и фактически коммерческие организации имеют за счет этого обогащение, что является, естественно, неправильным. Акционерное общество Хальш Ветковского района в плане экономики далеко не самое отстающее. Нельзя сказать, что здесь все идеально. Некоторые показатели по сравнению с прошлым годом снизились, однако и бедственным положением назвать нельзя. Не в последнюю очередь благодаря наличию профессионального юрисконсульта. Все предложения потенциальных партнеров тщательно анализируются. В хозяйстве говорят, что добросовестные контрагенты есть, но их все-таки не большинство. В основном наши контрагенты указывают такие положения, как завышенные штрафные санкции, то есть это пеня, например, 0,15%, 0,3% и так далее. Кто 1%, кто до 3% есть, такие организации выставляют штрафные санкции. То есть, например, есть сумма договора, и на нее еще, если мы просрачиваем оплату, то тогда мы платим 3% от этой суммы за каждый день просрочки. Как минимум раз в месяц экономический суд Гомельской области проводит видеоконференции с приглашением руководителей и специалистов сельхозпредприятий. Задача – изменить ситуацию и прекратить вымывание денег из реального сектора экономики. По сути, это ликбезы для аграрного сектора. То, что за последние три года ситуация изменилась в лучшую сторону, очевидно, однако и проблем пока хватает. Вообще, каждый заключаемый договор должен проходить в райисполкомах юридическую ревизию, но на практике это делается не всегда. При том, что персональная ответственность за заключение невыгодных для хозяйств контрактов лежит на руководителях регионов. Государственные органы, как и суды, направлены на то, чтобы любое предприятие осуществляло свою деятельность, естественно, с прибылью. Если уже предприятие зашло в какую-то сложную ситуацию, имеется огромная задолженность, то цель тех же государственных органов, которые являются собственниками этих предприятий, предпринять какие-нибудь планы по поводу выхода из сложившейся ситуации. Но если уже есть определенная накопившаяся задолженность, и чем она больше, тем сложнее выходить из этой ситуации. Поэтому мы изначально должны смотреть, чтобы эта задолженность была как можно меньше. А уменьшение задолженности возможно посредством невзыскания необоснованно заявленных финансовых санкций. Мы смотрите диалог председателя экономического суда Гомельской области Наталья Сарнавская. Сегодня у нас в гостях. Наталья Николаевна, вы на эту проблему заключения сельхозорганизациями, таких невыгодных для них кабальных договоров, обратили внимание вскоре после своего назначения. То есть фактически три года назад. А за это время какую вы динамику отмечаете? Ситуация стала меняться? Да, конечно, стала меняться в лучшую сторону. Договоров, которые раньше содержали такие условия, как позволяющие кредиторам взыскивать неустойку сельскохозяйственных организаций в размере от даже и 3,5% в день, проценты запользованы чужими денежными средствами, 35-25 крат превышающую ставку рефинансирования. То есть такие условия прописывались? Да, 120% годовых коммерческий займ мог взыскивать, требовать кредитор взыскивать с такого должника. Эти суммы были просто огромные неустойки, ответственности которой взыскивались. При наличии задолженности, которая была меньше данных сумм, ну, в десятки раз. На сегодняшний день такой ситуации нет. Еще, конечно, есть над чем работать, но мы продолжаем работу в этом направлении вместе с комитетом по сельскому хозяйству. На постоянной основе, как вот в видеосюжете было сказано, проводим семинары, на которых элементарные основы права разъясняем, элементарные основы, связанные с заключением изменения и расторжением договоров, на что нужно обращать внимание, на какие ошибки допускаются субъектами хозяйственных при заключении договоров. На это все мы очень обращаем внимание. А причина здесь в чем? Нет квалифицированных юристов в этих организациях? Или таково желание нажиться на бедственном положении предприятия? Я думаю, что, позволю себе сказать, что и одно, и второе имело место быть в данной ситуации. Прежде всего, конечно, низкий уровень квалификации юридической у субъектов агропромышленного комплекса. Юристов на многих из этих предприятий просто не было. На сегодняшний день на всех предприятиях имеется уже юрист. Они все присутствуют на этих семинарах, которые мы проводим. То есть мы все эти лекции проводим с юридически уже образованными людьми. Да, с которыми можно говорить на одном языке. Совершенно на другом языке, да. Поэтому ситуация изменилась. Кроме того, в 2017 году облсполком наш принял решение об уменьшении непроизводственных затрат в агропромышленном комплексе, где под личную ответственность и председателей облсполкомов, и руководителей сельскохозяйственных организаций было указано на то, чтобы они очень внимательно изучали проекты договоров, которыми предоставлялись, и не допускали подписания таких кабальных договоров. Совсем недавно на одном из аппаратных совещаний в облсполкоме эта тема тоже была приметом обсуждения. Насколько я знаю, на системной основе она будет продолжаться, и вновь было обращено внимание на то, что договор, любой договор – это основа на самом деле предпринимательской деятельности. Такое мнение имеется в юридической литературе. Наверное, еще и потому, что 90% хозяйственной деятельности базируются на договорах, которые заключают тот или иной субъект хозяйствования. Это очень важно. А как должна быть организована профилактическая работа для того, чтобы можно было считать ее эффективной? Ну, я позволю высказать свою точку зрения с учетом многолетнего опыта работы и судьей, и много я лекций читаю, семинаров провожу. Все-таки все субъекты хозяйства, они имеют различные виды основной деятельности. Они сталкиваются с какой-то отдельной отраслью права. То есть, ну, как бы, скажем, условно, есть специализация. Поэтому, если проводить семинары, лекции, круглые столы, то, на мой взгляд, нужно это делать более как бы специализировано. Ну, на мой взгляд, посадить за один стол на лекции юристов предприятия промышленного сектора, реального сектора экономики, юристов сельскохозяйственных организаций, ну, будет это неправильно. Потому что уровень знаний, уровень квалификации, во-первых, у этих людей совершенно разный, у этих юристов. Во-вторых, их будут интересовать совершенно другие вопросы. И практика применения, которую мы доносим до субъектов хозяйства, не исходя из нашей практики, существует в суде, она совершенно разная. И актуальные вопросы у них, естественно, будут другие, и проблемы, с которыми они сталкиваются. Поэтому, на мой взгляд, так. Второе, на что бы я хотела бы обратить внимание и предложить, когда проводятся семинары или круглые столы, в принципе, мы стараемся призвать представителей предприятий, чтобы они до того, как проводится семинар, даже в сельскохозяйственной организации, мы предлагаем заранее представить перечень актуальных для них важных вопросов, которые они не знают, как разрешить в той или иной ситуации. А по этому поводу уже может сложившаяся быть стабильная судебная практика, и все. Просто человек может не знать этой информации. А что еще вот в таком топе правовой грамотности? На что еще бы, и вот я бы хотела обратить внимание, это на то, что, во-первых, эту работу все нужно проводить на системной основе. И все-таки, наверное, со стороны экономического суда, в том числе и нашего суда, я не исключаю это, надо нам заниматься больше аналитической работой, анализировать те или иные категории споров, которые мы рассматриваем, мы же видим проблемы, с которыми сталкиваются организации, какие ошибки они системные допускают. Проводить вот такую аналитическую работу и направлять потом соответствующие информации для сведений, принятие к сведению для того, чтобы улучшить свою организацию работы и не допускать этих ошибок в соответствующей организации, где-то в государственные органы, например, если это связано с заключением договоров купли-продажи государственного имущества, у нас такие споры тоже часто бывают. И мы видим, может быть, в прошлом году мы такую категорию споров, например, анализировали, соответствующую информацию направили в горы и область полкома, обратили внимание на то, что вот посмотрите, вот, может быть, на это вот такие вещи нужно обратить внимание для того, чтобы потом в будущем снять вопросы и не доводить до суда определенные споры. По судебным исполнителям мы в прошлом году тоже такую аналитическую работу выполняли. И, кстати говоря, такая аналитическая работа является одним из приоритетных направлений в деятельности судебной системы и в совершенствовании деятельности, которая разработана у нас, программа работы судебной системы на ближайшие пять лет. То есть такое направление деятельности суда, как не довести дело до суда? Ну, в определенной степени, да, на предупреждение споров. И вот такая профилактическая работа, она тоже на это направлена. Совершенно верно. А как много сегодня на рассмотрение дела о банкротстве? Самое печальное, наверное, да, что приходится рассматривать? Ну, в определенной степени, я с вами соглашусь, а в определенной степени нет. На сегодняшний день, исходя из той информации, которую мне предоставили, у нас в производстве суда находится 225 дел о признании должников экономически несостоятельными и банкротами. 87% этих дел, они касаются частной формы собственности. 29% предприятий, у нас государственная форма собственности идет. 15 предприятий из этой всей массы у нас сегодня проходит судебную процедуру санации, то есть оздоровление. Это те предприятия, которые не ушли в ликвидацию. Все остальные, они находятся в судебных процедурах ликвидации. Но я бы не сказала, что это печальная картина. Почему? Потому что если проанализировать судебную практику и посмотреть структуру этих дел, то окажется, что 97% дел по коммерческим организациям, они связаны с такой ситуацией, когда эта организация либо уже не находится по месту своей регистрации, и руководителя ее найти невозможно. По закону о банкротстве такая организация называется отсутствующий должник. То есть она не работает. Нет там никаких работников. Она номинально юридически существует как юридическое лицо в едином государственном регистре юридических лиц. А де-факто ее нет. А вот это печально уже только, наверное, для партнеров, для тех, с кем пришлось встретиться с этой организацией, заключать какие-то сделки, работать, быть клиентами. В определенной степени да, потому что у этих организаций есть кредиторы. И не только налоговая инспекция. Это и могут быть абсолютно простые поставщики сырья, и продукции, и оказание услуг, и с ними не рассчитались. То есть в очень большой степени дела о банкротстве – это попытка скрыть незаконный бизнес? Ну, я бы все-таки так не сказала. Какая доля? На сегодняшний день доля таких предприятий, она невелика. Большая часть коммерческих организаций, они просто прекратили, вот работали-работали, на каком-то этапе просто прекратили свою деятельность. И причем она не осуществляется, как я уже начала говорить, на протяжении ни одного года. Они не представляют статистической отчетности, они не работают, никакой деятельности не ведут. И я вот сказала о том, что у нас как бы две категории субъектов хозяйственных таких. Одни вот это отсутствующие должники, а другие – должники ликвидируемые уже. То есть когда собственники лица, которые создали этот бизнес, они ушли в самоликвидацию, то есть приняли решение о самоликвидации. И давно находятся в этой процедуре. И на самом деле, проанализировав дела, мы видим, что они принимают решение о ликвидации, дают сведения в интернете об этом. Но ликвидацией организации никто не занимается. И кредиторы тоже не знают, куда идти. А это тоже нужно делать по правилам? Совершенно верно. Конечно, правила, они установлены у нас сегодня декретом номер один о государственной регистрации и ликвидации субъектов хозяйствования. Там все это написано. А можете рассказать о случаях создания и функционирования таких фирм-однодневок, которые были созданы для того, чтобы потом их ликвидировать? Кто и зачем? Из горя бизнесменов, да, за это берется. Такие ситуации, к сожалению, не имеют место быть в практике. Большинство и весло им, это связано с тем, что просто лица, которые создают эти фирмы, они их создают только для того, чтобы потом обналичивать денежные средства. Находят молодых людей, которые либо только школу закончили, но уже совершеннолетние, да, еще нигде даже не работают. Либо это студенты, молодые люди, находят таких людей, которым предлагают за определенную плату, даже ежемесячную, под их, скажем так, назовем паспорт. Регистрируют организацию, идут с этим молодым человеком, регистрируют организацию, потом он передает этим лицам, которые его убедили в том, что он ни за что отвечать не будет. Да, он директор, он же учредитель, да, он передает и устав, и печать, и все-все-все, все реквизиты, так сказать, организации. Ему объясняют, что ему ничего за это не будет, а на самом деле идет обналичивание денежных средств, а это не уплата налогов, скрытие налоговой облагаемой базы и так далее. И потом, когда уже начинают работать правоохранительные органы, как правило, такая ситуация заканчивается уголовными делами, вынесением приговоров, вот тогда молодые люди, которых мы приглашаем в экономический суд, поскольку уже вопрос может стоять о взыскании субсидиарной ответственности с них, вот они нам это все в процессе уже у нас рассказывают, как это было, и сами признаются в этом. И чем заканчивается такой горе-бизнес, вот для вот этого незадачливого молодого человека, ставшего внезапно генеральным директором? Может закончиться. Раньше, когда было несколько другого законодательства, заканчивалось тем, что с этого горе-бизнесмена взыскивались все долги этого предприятия. Как правило, это огромные суммы налогов. Но это на всю жизнь потом? Да, это была на всю жизнь на самом деле. На сегодняшний день немножко у нас изменило законодательство в сторону либерализации. У нас вступил в законную силу в 2018 году декрет номер 7, посвященный развитию предпринимательства, который внес корректировки законодательства. На сегодняшний день уже нужно будет доказать умысел у такого молодого человека на то, чтобы, на создание такой же структуры для того, чтобы наличие денежной средств. То, что его согласие было осознанным, да, что действительно целью создания этого предприятия была вот такая незаконная предпринимательская деятельность, так как кто же в этом признается? Здесь будет речь идти, наверное, о виновных действиях, либо бездействиях. То есть ты создаешь организацию, ты обязан знать законодательство, которое регулирует порядок осуществления хозяйственной деятельности. Это различные очень разносторонние законодательства. Если ты его не знаешь, так не надо этим заниматься. Но вот этот седьмой декрет, он внес корректировки и сказал, кроме вины, да, виновных действий, либо бездействий, на сегодняшний день нужно еще доказать умысел. Без приговора суда это сделать очень сложно в хозяйственном процессе. И это, мне кажется, усложняет работу суда. Ну, да, данные дела, они очень сложны в рассмотрении, это правда, но, к счастью, скажу, что таких ситуаций немного. Во всяком случае, в нашей судебной практике, нашего суда немного. Ну, на такое мало кто решится, тут нужно определенной долей авантюризма обладать. Я бы в развитии данного вопроса хотела бы привести пример, несколько даже, мне кажется, можно сказать, несколько комичный в моей собственной практике был, когда непонятно зачем руководитель нормально работающей организации сделал ее банкротом. Руководитель частного унитарного предприятия заключал сделки на поставку молочной мясной продукции. Продукция поставлялась, он не рассчитывался за поставленную продукцию. Что все ликвидное, это продукты питания. Вместо того, чтобы ее реализовывать в последующем, как это надо было сделать, он ее не реализовывал. Он ее перепродал по цене, заниженной до 13 раз, своим родственникам. Позаключал договоры с ними, по накладным попередавал, но, как оказалось, даже эти родственники ни одного рубля не заплатили. В результате предприятие стало банкротом в течение полугода. Его нужно было избавиться от денег? Когда мы у него в процессе спрашивали, а зачем вы это все сделали, и зачем вы так занизили стоимость товара, вместо того, чтобы его продать, это же торговая организация была, он объяснил, что он приобретал, попытался объяснить, что он приобрел товар, который уже сроки годности у него иссякали. И поэтому он быстро очень перепродавал родственникам. А не использовал уже, ну, как продукты питания. Ну, правда, там вопрос же о количестве продукции стоял. Ну, 80 килограмм колбасных изделий, условно говоря, да, 30 килограмм масла. Ну, как может человек использовать это? Ну, не имея 100 рублей. Поэтому бывают и такие комичные ситуации. Так а в чем же был умысел в результате? А, дело в том, что, ну, вот, почему он это сделал тогда, на тот момент, когда мы рассматривали дело о взыскании субсидиарной ответственностью, то есть долгов, которые он работал, он же, как руководитель этого предприятия, мы с него взыскали, лично с него, в пользу вот этих кредиторов, поставщиков, всю сумму задолженности. На тот момент умысел доказывать не надо было. Просто виновные действия. Ну, виновные действия, вот они выражали в том, что он просто, по сути, можно сказать, и не рассчитывался, и не собирался рассчитывать, рассчитываться за поставленную продукцию. Ну, то есть, такие ситуации бывают. А что в итоге он хотел из своего бизнеса построить? А он объяснить нам ничего не смог. Ну, бывает и такое, к сожалению, да. Вот принцип субсидиарной ответственности, о котором мы говорим, не всем, конечно, понятно. Понятие уже не новое для нашей правоприменительной практики, да, но что оно означает? Достаточно сложная правовая категория. Я постараюсь объяснить простым языком, чтобы простому человеку было понятно, что это такое. Это вот, когда юридическое лицо, оно имеет долги перед кредиторами, перед различными. Например, оно не рассчиталось за поставленный ему товар. У него есть кредитор. И это юридическое лицо не рассчитывается с данным кредитором. По законодательству, которое существует у нас, кстати говоря, такая ответственность, она существует не только в нашем государстве, и в других государствах, это массовая мировая практика. Можно взыскать при определенных ситуациях, при определенных условиях, которые изложены в законодательстве, да, вот эти квалифицирующие признаки, так вот, если очень с точки зрения права говорить. Можно взыскать с тех лиц, которые создали этот бизнес, которые создали организацию, и она вот почему-то не рассчитывается. С того же директора, который, почему ты не рассчитываешься, если у тебя есть наличные денежные средства и возможность рассчитаться, да? То есть не наличные, извиняюсь, а оборотные денежные средства. Ты можешь рассчитаться за этот товар, но ты этого не делаешь. Есть вот у нас такая организационно-правовая форма создания юридических лиц, как общество с дополнительной ответственностью, ОДО, сокращенно. Создавая такую организацию, учредители, изначально создавая такую организацию, они в уставе подписываются по тем, что они минимум в размере 50 базовых величин будут нести ответственность по долгам предприятия. Это написано в декрете номер один, это минимальный размер ответственности их. То есть автоматически, если юридическое лицо не рассчитывается, то вот можно прийти с иском суд к учредителям этой организации и со всех одновременно взыскивать вот эту сумму. Вот субсидиарная ответственность, это по сути перекладывание долгов юридического лица на тех, кто довел предприятие это до банкротства или тех, кто в нарушении законодательства ликвидировал организацию. Как я вот вначале говорила о том, что у нас в процедуре ликвидации много организаций, но ликвидацией никто не занимается. Некоторые при наличии долгов, и они знают о том, что имеются долги, и учредители, и собственник, да, либо собственник и председатель ликвидационной комиссии, тем не менее они рассчитываются. Регистрирующий орган показывает документы о том, что долгов на самом деле не существует при наличии даже судебных постановлений, вступивших в законную силу. И в процессах они участвовали. Ну и предприятие исключают из единого государственного регистра, ну потому что у него долгов нет. А потом оказывается, что у него-то долги есть. Так вот, у нас сегодня законодательство положения о ликвидации, утвержденное декретом номер один, есть такой опыт на 25. Он позволяет сегодня взыскать с таких не очень хороших, скажем так, ликвидаторов и собственников этих судебных организаций долги, которые не взысканы с юридического лица. Еще одна серьезная проблема, которая серьезна для работников этих организаций. Это неплатежи в фонд социальной защиты, чревато потом проблемами с будущими пенсиями. Для очень многих и многих сотрудников, вот кому посчастливилось устроиться на работу к таким предпринимателям, это, как правило, тоже проблема неплатежеспособных предприятий? Или не обязательно? Или недобросовестно? Абсолютно не обязательно. И у нас, вы знаете, хорошие, сейчас, скажем так, даже положительно могу отметить, что у нас таких организаций немного, у которых есть у нас проблемы с невыплатой заработной платы и имеются кредиторы второй очереди. Это единичные организации. Да, есть задолженности, есть такие у нас организации, но их немного. А это хороший признак, да? В принципе, как состояние экономики. Да, потому что в основном это проблемы с неуплатой долгов, простых поставщиков сырья и налоги, да, бюджет. Вот это основные. Основной кредиторой у нас, как правило, это налоговая инспекция, выступает по делам, ну, таможенные органы, а по зарплате у нас таких проблем нет. Вот, что касается других организаций, то в прошлом году мы, например, рассмотрели 80 заявлений фонда соцзащиты нашего о взыскании с юридических лиц различной формы собственности и коммерческих организаций, и государственных организаций, даже сельскохозяйственных. О взыскании задолженности по фонду соцзащиты за счет обращения и взыскания на имущество должников. Фонд соцзащиты, как и налоговая инспекция, они наделены огромными полномочиями и в бесспорном порядке вправе взыскивать имеющиеся долги. Вот когда они уже этого сделать не могут, они обращаются в экономический суд с просьбой об обращении взыскания уже на имущество, когда реализованы все их полномочия, компетенция. Вот в 90 мы таких заявлений рассмотрели, общая сумма взыскания, она составляла где-то порядка 9 миллионов рублей. В этом году у нас таких требований предъявлено на сегодняшний день порядка 20, ой, 11, извиняюсь, и общая сумма задолженности порядка 400 тысяч рублей. Ну, по масштабам того, что мы рассматриваем, область у нас большая, исходя из тех категорий, которые мы рассматриваем, это небольшое количество дел. А налоговая инспекция часто встречается в суде, да? Налоговая инспекция, она часто встречается у нас в качестве кредитора по делам о банкротстве, скажем так. В 90% случаев это обязательно кредитором у нас будет являться налоговая инспекция. А так тоже мы небольшое количество дел рассматриваем с участием налоговых инспекций, это крайне малый процент. То есть и налоги у нас, в общем-то, платят? Опять-таки, почему? Потому что у налоговой инспекции, как у фонда соцзащиты, есть много, большие полномочия, компетенции. Пока есть, чем платить? Они в бесспорном порядке реализуют все возможные мероприятия, в том числе на дебиторскую задолженность, взыскание производят. Уже только потом приходят к нам в суд обращение взыскания на имущество. Наталья Николаевна, насколько эффективно в области работают антикризисные управляющие? Специалисты высочайшего, это должны быть уровня и класса, юристы, обладающие экономическими знаниями, которые приходят уже в самый последний момент, когда уже корабль совсем дал крен и идет ко дну. Как бы вы оценили? Вообще, первые антикризисные управляющие когда у нас начали работать? Тоже ведь относительно недавно. Это уже было очень давно. Давно? Это 2002 год. Это уже давно? Первое дело о банкротстве находилось у меня в производстве. Это первое дело о банкротстве нашей области, оно было у меня в производстве. Это был реческий комбинат строительных материалов. Он давно уже ликвидирован, его не получилось восстановить платежеспособность. И первое дело в стране относительно банкротства именно юридического лица. Это было давно. Уже два раза закон претерпевал изменения. Вот уже готовится третья редакция закона. Вы совершенно правильно сказали о том, что управляющий должен быть высококвалифицированным человеком не только с точки зрения экономики, но и с точки зрения права. Потому что законодательство, которое регламентирует порядок осуществления этих процедур, оно очень сложное. На самом деле очень сложное. Но, к сожалению, на практике, как правило, это мое мнение, я могу его высказать, в том числе и из нашей судебной практики, как правило, это совершенно не так. И недостаток знаний у управляющих огромный. И сама работа, она оставляет желать лучшего. И зачастую она мало будет эффективной, если не будет контроля. Не будет контроля со стороны суда, не будет контроля со стороны исполнительных органов власти, особенно если это касается у нас санируемых предприятий. Поэтому там, где у нас идет санация предприятий, у нас на сегодняшний день их 15, из них 5, это не государственная форма собственности. Каждое из этих предприятий находится на контроле. С каждым предприятием занимаются райисполкомы на местах, обысполкомы, комиссии по предупреждению экономической несостоятельности, периодически заседают, заслушивают отчеты управляющих. И сама на этих комиссиях присутствую. Суд многие мероприятия инициирует. Судьи, в правила работы суда мы ввели ежемесячные отчеты заслуживания за счетов управляющих с приглашением всех заинтересованных, в том числе и представителей трудовых коллективов, там где есть на санируемых предприятиях, это же работающие предприятия, там везде есть трудовые коллективы, люди переживают, что с ними будет. Для того, чтобы не скрывать эту информацию, люди понимали, как работает организация, понимали, что происходит. Все мы это стараемся максимально открыто делать и приглашаемся к судебным процессам. И там можно задать любые вопросы управляющим, можно ознакомиться с материалами дела, потребовать у него любую информацию. Что касается эффективности работы управляющих, хочу сказать, что мы у себя в практику работы суда ввели многие мероприятия. Много информации мы размещали, опять-таки, на своей страничке, которая у нас имеется в интернете, на сайте Верховного Суда. Я очень призываю обратиться к этой страничке и читать информацию, которую мы там выкладываем. Мы ее специально выкладываем, чтобы, опять-таки, донести информацию о работе суда, с одной стороны, с другой стороны, чтобы люди понимали, на что можно обратить внимание, какие у них права есть, как они могут воспользоваться, чем, потому что недостаток вот этих знаний, они потом приводят к тому, что человек приходит ко мне на прием и говорит, ой, а что я могу сделать? Да, у тебя прав очень много. Права у тебя предоставлены законодательством, только ты их не реализуешь просто по одной причине, потому что они не знают. Как правило, да. Присутствуя на заседаниях таких комиссий, вы уже сходу понимаете, к чему дело идет и в чем здесь проблемы, и каким будет исход? Абсолютно, да. Когда заслушиваются отчеты управляющих, они, например, заслушиваются отчеты управляющих, там не пустые, скажем так, разговоры идут. Там точно проблемы обсуждаются, которые имеют место быть, обращается внимание на экономические показатели, мы же говорим о санации, например, санации этого оздоровления предприятия. Это экономика, это не только экономика, это полный расчет со всеми кредиторами, сохранение трудового коллектива, ну и так далее, и тому подобное. Принятие различных экономических мер для восстановления платежеспособности. Где-то надо затраты производства уменьшить, где-то там нужно рынки сбыта продукции найти, и это помогает. Вот самый блестящий пример работы антикризисного управляющего был такой, когда вот действительно все было сделано как нужно? Опять-таки в моей практике такое было, и это, наверное, блестящий пример для всей страны, потому что у нас предприятие Калинкаевский мебельный комбинат, оно у нас восстановило свою платежеспособность. Это тоже было из первых предприятий, которое у нас ушло в процедуру санации, очень давно это было. Но, скажем так, на сегодняшний день предприятие восстановило свою платежеспособность без государственных дотаций, без ничего, самостоятельно начали выпускать продукцию, которая востребована. Они сегодня ассортимент продукции меняют, любую мебель изготовят. Это потрясающая мотивация для повышения правовой и финансовой грамотности. Спасибо большое за беседу, было интересно. Председатель экономического суда Гомельской области Наталья Сарнавская сегодня была у нас в гостях. Я благодарю вас за внимание. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова